Первая школа – одна из старейших школ Лиды. Она выпустила более 4 тысяч выпускников. Первые ученики сели за ее парты в сентябре 1929 года. И хотя отсчет свой школы ведет с этого момента, история учебного заведения, рассказывают в школьном музее, началась немного раньше. Строительство нашей школы началось в 1926 году на территории так называемой Выгон. Но уже к 1928 году было построено левое крыло школы, а в 1929 году – правое крыло школы. Первое учебное занятие, открытие школы, состояло 6 августа 1929 года. И поэтому в этом году наша школа отмечает 90-летний юбилей. В левом крыле учились девочки, а в правом крыле учились мальчики. Но в годы Великой Отечественной войны ситуация немножко изменилась, потому что здесь, в нашей школе, был расположен немецкий госпиталь. На протяжении всех этих этапов школа развивалась, росла. За 90 лет в школе было только 5 руководителей. Открывал ее Юзеф Михневский. Позже его сменила Стефания Говорко. Затем 30 лет возглавлял учреждение Николай Ивашин. 20 лет в истории первой школы связано с именем Зои Курбачевой. Ее сменил на должности директора Сергей Фанасов. И уже 18 лет коллектив первой элитской школы работает под его руководством. С ним он отмечал ее 75-летие, 80-летие, 85-летие и сейчас 90-летие. Школьный юбилей – это большая радость, но это и большая ответственность. Ответственность перед теми, кто работал в школе до нас, и ответственность перед теми, кто будет работать после нас. Наша школа сегодня – это дом, который мы построили все вместе. Учителя, сотрудники школы, ученики, родители, выпускники – этот дом сложился как по кирпичику из наших дел, наших качеств, талантов, нашего старания. Каждый внес что-то свое. И результаты радуют. И, конечно, больше заслуга в этом учителей. В школе работает стабильный и опытный коллектив. Сегодня в первой литской школе 860 ребят. У них есть возможность изучать на повышенном уровне физику, математику, иностранный язык, обществоведение, химию и биологию. Уже 8 лет в школе работают военно-патриотические классы пограничной направленности. Кто-то из детей преуспел в олимпиадном движении, кто-то в творчестве, а кто-то на спортивных площадках. Все вместе ребята создают положительный имидж школы. Первая школа всегда была уникальна и неповторима. Всегда занимала достойное место в системе образования личины. Коллектив школы – команда профессионалов, объединенных единым духом служения общему делу, которых отличает сплоченность, верность традициям, стремление к инновациям, мобильность и высокое качество работы. Первая школа славится своими педагогами. Среди них и учитель биологии Татьяна Черемесина. 47 лет назад она пришла работать в это учреждение молодым специалистом. Сегодня ее имя известно не только в Лиде, но и в области, и даже в республике. В нашей школе 90. Она молодая, позитивная, прекрасная. В ней кипит жизнь, задор, энергия, оптимизм и творчество. Благодаря нашему сплоченному коллективу учеников и учителей школы. Мы гордимся своей школой, мы любим ее, мы чувствуем ее дух, которого нет ни в одной другой школе. Наряду с опытными педагогами в первой школе работает и молодежь. У старших коллег ей есть чему поучиться. Поэтому, отработав два года, молодые кадры не спешат уходить. Спасибо первой школе города Лиды за возможность быть учителем математики. Спасибо кафедре, конкретно моим коллегам за помощь в том, что я больше раскрылся как учитель математики. Помощь в том, что ученики – это не просто ребята, которые работают, которые решают задания, а они еще и являются творческими детьми. Они могут раскрывать как и себя, так и дополнять педагога. Спасибо администрации первой школы за то, что раскрыли во мне потенциал артиста. Год назад пришла работать в первую школу Наталья Соболевская. Говорит, лучше коллектива быть не может. Коллеги объяснят, подскажут, помогут и никогда не откажут. Коллектив здесь очень замечательный. Все такие душевные, все отзывчивые. Кому не обратишься за помощью, в основном всегда все помогают. Для проведения различных мероприятий в школе вопросов в основном не возникает, потому что все необходимое в школе есть. Гордость первой школы – ее музей. Здесь собрана вся информация об истории учебного заведения, ее педагогах и знаменитых выпускниках. Наш школьный музей был открыт в феврале 2015 года после реконструкции школы. Сегодня это место, где дети занимаются краеведением, изучают свою родную личину. Здесь мы проводим огромное количество экскурсий. И приходят не только дети нашей школы, но и из других школ, районов. И даже гости у нас были из города Польши, которые познакомились с историей нашего учреждения образования. Полномочный посол Беларуси в Чехии Валерий Курдюков, третий секретарь постоянного правительства Беларуси при ООН Владимир Герус, глава городского округа Краснознаменск Московской области Андрей Ильин, помощник начальника Института пограничной службы Беларуси Вадим Серебряков. Это лишь несколько имен выпускников первой школы, которые добились в профессиональном плане определенных высот. И каждый из них утверждает, что основа успеха была заложена учителями в родной школе. Школа изменилась очень колоссально. То, что было 22 года назад, когда мы заканчивали школу, была совсем другая обстановка. Сейчас учебная и материально-техническая база, я считаю, что на высшем уровне. Мы видим, как изменились кабинеты, как изменилась сама атмосфера, та обстановка, которая присутствует в этот праздничный день. Хотелось бы от всей души, от себя лично, поздравить школу с 90-летием. Я считаю, что это немалый промежуток времени, который прошла школа. Очень много выпустилось знаменитых людей из стен данной школы. Сегодняшние ученики первой школы гордятся, что учатся именно здесь. И уверены, что знания, полученные в ее стенах, позволят им добиться в будущем поставленной цели. Когда я сюда пришла, дети меня очень хорошо приняли. Мы сразу же подружились, как только я узнала, что переведусь в эту школу. Я связалась с этими ребятами, написала им каждому, познакомилась с одной девочкой. Она сразу меня повела показывать, что тут, как тут. Показала столовую, показала актовый зал, показала, где мы будем учиться. И я счастлива, что перевелась в эту школу, потому что в прошлой школе такого понимания, такого отношения к детей не было. И могу сказать только хорошее. Эта школа прекрасна. Я просто счастлива, что заканчиваю 11 класс именно здесь. Я ни разу не пожалела, что сюда перевелась. 90-летие учреждения в первой школе отмечали торжественно. Дата к этому обязывала. Было много поздравлений, подарков и сюрпризов. А еще было много музыки и песен. Слова же с юбилеем «Родная первая» были самыми частыми на этом большом празднике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова